МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он был одновременно заводской конторой и загорной дачей хозяина. На первом этаже каменном располагались служебные помещения, на втором – жилые. И все это о доме солепромышленника Рязанцева, о том, какие изменения претерпевает музейный экспонат, узнаете прямо сейчас. Это программа «Проходка». Я ее ведущая, Илона Измайлова. За всю свою многолетнюю историю Усть-Боровской сользавод претерпевал множество изменений. Построен он был в 1878 году купцом Александром Васильевичем Рязанцевым на левом берегу Камы в селе Усть-Боровое. За 135 лет он пережил революцию, несколько пожаров, модернизацию и многое другое. На сегодняшний день музей соли в Соликамске является уникальным памятником федерального значения. И благодаря компании «Уралкали» в этом году начались реставрационные работы основного здания дома купца Рязанцева, основателя сользавода. Завод нуждается в реконструкции. Это вообще уникальный памятник с солепромышленности России. И я думаю, что для нашего города это должно стать такой же визитной карточкой, как и архитектурный ансамбль в центре города. Музей соли – это целый комплекс сохранившихся зданий. Экспозиции музея под открытым небом знакомят с уникальным процессом добычи и производства чудесных кристаллов поваренной соли, которая и дала городу Соликамску первую жизнь. Ну, вообще у нас существует огромный проект по реконструкции и реставрации солизавода. В этом году мы определили объем финансирования, на который сможем выполнить некоторые объемы. Вообще сам по себе солизавод, он является такой историей развития солепромышленности всей России. И компания «Уралкали» просто не могла остаться в стороне и не принять участие в этом проекте. Поэтому мы в этом году решили привести порядок первый этаж конторы солизаводчика «Рязанцево». Что мы планируем сделать? Из внешних наружных работ – это гидроизоляция отмостки, выполнение отмостки, замена чердачных перекрытий, замена кровли. Ну и внутри, на первом этаже, мы планируем полностью провести реконструкцию, для того, чтобы расширить уже выставочные площади. Восстанавливать культурно-исторический объект не так-то просто. Необходимо возродить каждый архитектурный элемент точь-в-точь, как он и был раньше. Каждое окно в доме будет сделано по индивидуальному заказу, а все потому, что каждый из них разного размера. Материалы будут точно те же, только новые. Тут идет не просто починка или ремонт, тут идет реконструкция и приспособление памятника архитектуры к современному использованию. Плюс ко всему, здесь еще и будет музей, здесь необходимо соблюсти микроклимат, который необходим для музейных экспонатов. То есть это определенная влажность, определенная температура, которая должна поддерживаться в течение всего года, то есть независимо от погоды за бортом, как говорится. Поэтому сложности, конечно, есть, но все они решаемы, все они преодолеваемы. Результат реконструкции Юлия Сырчикова, директор музея, ждет с нетерпением. Вместе с ней мы прошлись по залам и коридорам реставрируемого помещения. Вот здесь, к примеру, будет музыкальная комната. Юлия рассказала нам о тех временах, когда гости приходили к купцу Рязанцеву, общались и слушали живую музыку. Юлия мечтает перенести в новое помещение не только красивые стены и резьбу по дереву, но и ту атмосферу, которая сопровождала процесс солеварения. У нас очень много планов, много интересных идей. Мы планируем участвовать в различных конкурсах, пишем проекты на следующий 2014 год и надеемся, что наша ремонт и реставрационная работа закончится уже весной. И 18 мая, в Международный день музеев, мы пригласим всех жителей города на наш праздник, в том числе и открытие первого этажа, в том числе и открытие какой-нибудь выставки об истории музея. Рядом будет новый кабинет директора, творческая комната, где будут собираться экскурсоводы, стариковеды и другие творческие люди. Будут придумывать там новые идеи и проекты. В соседнем помещении расположится касса и гардеробная. Соликамский музей истории соляной промышленности – уникальный памятник не только истории, но и промышленности. Выворка соли здесь велась по старинным технологиям 18 века вплоть до 1970-х годов. Старину соль добывали следующим образом. Бурились скважины глубиной примерно 200 метров. На Усть-Боровском заводе таких скважин было 14. Из скважин поднимался рассол, первое время вручную, затем насосами, для чего строились рассолоподъемные башни. Из башни рассол подавался по трубам в соляной ларе, где отстаивался, чтобы часть воды испарилась, а затем перекачивался в варнице. Вываривалась соль на специальных сковородках, черенах или циренах, на которых рассол доводили до кипения. Черены ставились над огромной печью. Процесс варки продолжался около суток, затем соль пересыпали на деревянные полки над черенами и просушивали, после чего переносили в соляные амбары, где хранили до весны. Весной соль перегружали на баржи и увозили. В 1972 году завод был закрыт, а в 1986 году открылся музей соли. В начале 2000-х с музеем стали происходить странные вещи. То пожар уничтожат амбары, часть усадьбы Рязанцевых, то еще какие напасти. Тем не менее, музейщики надеются, что благодаря компании «Уралкали» черная полоса в истории этого уникального памятника осталась позади. В этом году в музее запланированы реставрационные работы на общую сумму более 14 миллионов рублей при помощи компании «Уралкали». Несмотря на реставрационные работы, музей соли продолжает проводить экскурсии. Увидеть своими глазами, как в старину добывали соль, услышать интересные истории из жизни работников сользавода приезжают гости из разных городов и даже стран. Совсем недавно в музей приезжали столичные туристы. На исторической площадке они в первый раз. Встречали гостей традиционно хлебом да солью. После приветствия они вместе с экскурсоводом прошлись по всем сохранившимся зданиям старинного и знаменитого местечка. Показать весь процесс добычи и обработки соли на сегодняшний день нереально. Больше половины объектов нуждаются в ремонте и реконструкции. Однако, несмотря на это, впечатление у гостей от экскурсии положительное. В первую очередь понравилось то, что интересна технология. Посмотрите именно на технологию, которая в то время, когда не было каких-то материалов, типа полимерных материалов. Посмотрите именно на технологию по производству такого сложного продукта, как соль. Я считаю, что мы должны поддерживать все наши исторические музеи, все постройки. Почти пять веков Соликамск жил развивался благодаря соли. Теперь на смену обычной соли перменки, как ее раньше называли в старину, пришла калийная соль. И только помня истоки, бережно храня свое историческое наследие, можно строить планы на будущее. Вы смотрели программу Проходка. С вами была Илона Измайлова. Всего вам доброго.